Хорошо, друзья, сегодня праздник. И я хотел бы спросить всех нас. Хотел бы спросить вас. Что вы больше всего цените в людях? Особенно когда проходит время, я вам помогаю. Что вы цените в людях? Лоялти. Ну, прямо в точку. Ну, еще, хорошо. Как? Хорошо. Еще, еще, еще. Что вы цените в людях? Ланесты. Ну, очень близко. Вот лоялти сказали. Вы знаете, мы очень ценим верность. Давайте скажем верность. Фейтфулнес. Лоялти. Лоялти. Вы знаете, когда мы вообще думаем вот о этом качестве характере. Или об этом плоде духа. Потому что в Галатам 5.24. Там говорится, плод же духа есть. Любовь, радость, мир, только терпение. И там, где стоит слово вера. И там, где стоит слово вера. И там, где в оригинале, слово верность. 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 Вы знаете, мы как семьи, муж, жена, дети. Когда мы проходим через жизнь. Могут быть разные моменты трудностей. Но время от времени мы останавливаемся. И мы задумываемся, что ценно для нас. И есть время, когда муж с женой обновляют свою любовь. Они обновляют свои обещания. Они обновляют свою верность. Я верен тебе. Я верен тебе. Я верен тебе. И вы знаете, друзья, когда мы проходим через жизнь как дети Божьи, как церковь, Иисуса Христа. Однажды, когда мы притрем перед Господом, то я хочу услышать то, о чем уже Господь пророчески предрек в притчах, в откровении я хочу услышать добрый и верный верный Какое противостояние или оппозиционное или антоним верности Изменчивый Неверный Нечестный То есть вещи, которые нам никому не нравятся Things that we don't like Но когда мы говорим о верности Верный человек But when we talk about faithfulness The faithful person Faithfulness Это настолько дорого Настолько ценно This is so valuable So precious When we think about a faithful person We're talking about Honesty The person is honest A person is reliable They're stable They're truthful And righteous And they're just easy to be relied on And so us today Празднуем Прежде всего Говоря о верности We're celebrating And we're talking about Faithfulness We're talking about We're celebrating God's faithfulness And our prayer Lord, you're faithful To your word This song that we sing He's faithful This gives us such comfort You know, even the Bible says When we are faithful When we aren't faithful When we aren't faithful There might be times in our lives Something happens Some kind of treachery Some kind of weakness И Библия говорит And the Bible says Когда мы не верны When we are faithful Он остается верный Он остается верный Он остается верный Он дает тебе шанс подняться Он дает тебе шанс возвратиться Он дает тебе возможность восстановиться Он верный И он настолько Настолько его верность Насколько его верность Которая основана На этой любви And his faithfulness His faithfulness Is so strong Because it's It's ingrained In his love Or it starts from his love Настолько велика It's so great И поэтому, друзья Когда мы говорим Сегодня о верности Я хочу, друзья Чтобы мы как церковь Чтобы мы как церковь Обновили свои сердца Господь Прости меня Господь, очисти меня Господь, я сегодня хочу Обновить мой совет Я хочу снова и снова Господь Возлюбить Тебя сильнее Быть верной Тебе Независимо, что происходит вокруг Сколько искушений Сколько проблем Быть верной Тебе Сегодня Водное крещение Это одно из важнейших Качеств Качеств характера Качеств личности Это решение Господь, я буду уйти за Тобою Независимо, что будет происходить Я буду верен Тебе Я буду следовать за Тобою Каждый раз, когда происходит крещение Друзья Для меня Когда я уже иду за Господом Когда я принял водное крещение В мои пятнадцать, наверное, лет Или четырнадцать Когда мне было И вы знаете, я каждый раз вспоминаю И проверяю Насколько я верен Господу Я обещал Господу добрую совесть Верность И поэтому, друзья Когда мы собираемся как церковь Мы ободряем друг друга Здесь так много любви Здесь так много простоты Истины Здесь Дух Святой присутствует Здесь Господь собирает нас Как птица птенцова под свои крылья Его любовь так велика И Он так сильно Желает благословить нас Дать нам успех Утвердить нас в спасении Чтобы никто не жил в страхе Потому что это большое мучение Когда христианин всю жизнь живет в страхе Потому что он не знает спасен, он не спасен Но написано, что Господь искупил нас от страха смерти Евреям 2, 3 глава Искупил нас от страха смерти Чтобы мы жили в радости В победе В уверенности Его любви и Его спасения к нам Аминь, друзья Слава Господу Я знаю, почему я об этом говорю, друзья Я рос в прекрасной церкви И я бывал во многих церквях Прекрасной церкви Вроде бы прекрасные люди Но вопрос спасения всегда стоит под вопросом Господь придет Узнаем, спасены мы или нет Это очень страшная и томительная жизнь И поэтому, когда мы приходим к Слову Божьему К свету Слову Божьему Оно утверждает нас Иоанн говорит в 5 главе Своего послания Это написал ему верующим Во имя Сына Божьего Дабы вы знали Дабы вы знали Что вы веруя В Сына Божьего Имеете Жизнь вечную Имейте спасение Это большая милость, друзья Это большая радость и утешение Слава Иисусу Аллилуйя Прекрасен наш Господь Аллилуйя Итак, друзья Верность И так, друзья Верность Вы знаете Негативность Мы видим в Слове Божьем О неверности Еще второзаконие Бог обращается к Израилю Второзаконие 32.20 Он говорит Это дети у которых нет верности Дети у которых нет верности Люди, которые вроде бы знают Бога Но они не сохраняют верности Они поклоняются другим вещам Другим идеалам Другой образ жизни А в Откровении 21.7 Там говорится Что боязливых же и неверных И скверных И убийц И там много перечисляется Негативного Негативного Он говорит Участь в озере Огненном И поэтому, друзья Боязливость Неверность В христианской жизни Это непримирительное Непримирительное Качество Неприемлемые вещи Это то, с чем мы боремся Быть верным Господу Быть смелым и уверенным в вере Послушание Господу Слава Господу Итак, что еще можно сказать о верности Мы можем сказать, что верность Это стойкость Или неизменность В чувствах Мы можем сказать Что верность Это стойкость Или стойкость В чувствах В отношениях В исполнении Своих обязанностей Или какого-то долга Вы знаете, когда апостол Павел Говорит о Тимофее Это, по-моему Фессалоникийцам Или филиппийцам Филиппийцам 2.20 Он говорит Я послал к вам Тимофея И говорит Я не имею никого более Тех, кто-то более Кто-то пекся Или заботился о вас Он говорит Он так сильно заботится о вас Он служил мне Как сын отцу И потом говорится А его верность Вам известна Его верность Вам известна Верность ценится Верность прославляется Где бы это ни было В семье В церкви В бизнесе В работах В армии В спорте В спортивных командах В любом деле Верные надежные люди Первое Тимофея 1.12 Апостол Павел говорит Он говорит Благодарю Давшего мне силу Благодарю Давшего мне силу Господа Иисуса И потом он говорит Он признал меня верным Признал меня верным Определил на служение Знаете друзья Как мы попадаем в служение В настоящее служение В маленькое или большое Верность Верность Написано верен в малом И вы знаете Господь видит Когда ты верен Когда ты приходишь На служение Будь он на неделе Делаешь какие-то вещи Которые непопулярные И это не одноразово А постоянно Неделя за неделю Месяц год за годом Ты делаешь И Господь это видит И вы знаете Я как-то разговаривал С одним человеком Он говорит Я встречаюсь С очень высокого уровня людьми И он говорит Я встречаюсь С директорами Больших компаний И предприятий И говорит У них проблема Знаешь какая проблема у них? Они Не могут найти Часто не могут Найти надежных людей They can't find Faithful people They can't find Верных надежных работников That's faithful workers С другой стороны Я встречаюсь С армией безработных И он говорит Он говорит Я meet Которые Масса людей Ищут работы И они Они не могут найти работу Они не могут найти работу Какой парадокс Such a paradox Тут масса Директоров Компаний Предприятий Ищут людей Ищут людей Ищут людей А тут армия людей Ищут работу И не могут встретиться Что за проблема Поэтому друзья Верность Надежность Это то что Господь Желает Видеть в нас И смело Друзья Можно сказать После того Как мы спасены Как Господь Спас нас Привел к себе Основное Что Господь Воспитывает Или желает Видеть в нас Это верность Начиная с маленького С первых шагов Начинай служить Начинай делать Написано Когда Савл Будущий апостол Павел Обратился к Господу Он тут же пошел Благовествовать Проповедовать Иисуса Христа Он никуда-то Не ехал Не ждал Он сразу Начал служить И поэтому Самые эффективные Новообращенные люди Которые сразу Начинают проповедовать Самые хорошие Старые христиане Это которые Проповедуют А то иногда Такие уже С стажем С такими уже Бородами Авторитет Такой Уже им Сидействовать Не надо Иисус начинает Самых простых вещей Благовестие И молитва Слава Господу Друзья Итак Верность Вообще Очень много Можно говорить О верности Добрый верный раб Но Друзья Говоря о верности Которую Господь Ожидает от нас Мы хотим Сделать ударение Я хочу Сделать ударение И прославить Верность Божью Верность Божью В Старом Завете В Псалом 145 Стих 6 Псалом 146 Verse 6 Говорится что Бог Вечно Хранящий Верность В Плаче Иеремии Там говорится Велика верность Твоя Господь А уже В Новом Завете Особенно В книге Откровения Вообще Много имен Мы знаем Есть такие плакаты И там Очень много Много имен В Старом Новом Завете Ссылка На Иисуса Христа Наверное 70 80 70 Или 80 Имен Иисуса Христа И там В книге Откровения В 19 главе В 11 стихе Там говорится И я увидел И вот конь белый И сидящий на нем Называется Верный И Истинный Слава Господу Он верный Истинный Он верный Истинный Это вы знаете Уже откровение Апоколипсис Завершение всего И точно так же Как славится Имя Иисуса Как Агнца Который заклан за нас Ценится Как верный Верный Истинный Немножко ниже Стихами ниже В 19 главе Там говорится Имя Ему Еще как Слово Божье Слово Божье Слово Божье И потом там Немножко еще ниже Еще несколькими Стихами ниже Такой хороший Букет Сочетание Такое Написано На его бедре Написано Царь Царей И Господь Господь И Господь Такие ясные Такие сочные Мощные Имена Нашего Господа Аллилуйя А Слово Божье Говорит Что если мы Исповедуем Грехи наши То что говорится То он будучи Что? Верен И праведен Обратно Он просит нам Грехи наши То есть говорит О нашей практике Жизни Если нужно Прощение Исповедание Покаяние Написано Он верен Истинно Написано Что Иисус Верен Во всем Доме Иисус Это Евреям Третья глава Он говорит Иисус Верен В доме Его Отца А немножко Стихами Несколько Позже Там говорится Что и Моисей Был Верен Во всем Доме То есть Везде Отмечается Верность Благодаря чему Иосиф В Старом Завете Достиг Такого положения Вторым после Фараона Вторым После Фараона Потому что Получив Слово От Господа Получил Сны От Господа Он был Верен Этому Когда у него Были моменты Компромиссов Искушение Компромиссов В доме Потифара В какие-то Другие моменты Написано Что он Был верен Господу Он держался Господом Он ходил Перед Господом Когда его Братья Пришли И Открылись Он открылся Что он Их брат И После всех Событий Когда отец Умер Он сказал Своим Братьям Иосиф Не бойтесь Я не сделаю Вам никакого Не бойтесь Я не сделаю Вам никакого Я хожу Перед Бога Я боюсь Бога Я боюсь Бога Я не сделаю Я не сделаю Ни harm И поэтому Хождение Перед Господом И Мы видим Дальше Множество Примеров Даниил Сидрах Мисах И Авдинага То есть Вокруг нас Постоянные Компромиссы Когда мы Выходим На улицу Идем на работу Когда ты сам В себе Никто тебя Не видит Когда ты Открываешь Твой телефон Или когда Сидишь За твоим Компьютером У тебя Могут быть Постоянные Компромиссы Искушения Разбить Твой дух Разбить Твою твердость Любовь И верность Богу В жизни Вот этих Людей Постоянно Были Атаки Они Могли Пойти На Компромисс В разных Положениях Но Евреям 11 Герои Веры Это те Которые Отвергли Компромиссы Это те Которые Прошли Через Тяжелое Время Потому что Быть верным Пять минут Легко Или Три Дня Но Выдержать Тяжесть Испытаний В Римлянам Второй Главе И Стих По-моему Седьмой Там говорится Что тем Которые Постоянством В добром Деле Бог Воздаёт Своими Наградами Благословения И вот Такая Вот Эта Фраза Постоянство В добром Деле Поэтому Верность Она Испытывается Временем Время Проходит Время Тебе Двадцать Лет Тебе Двадцать Уже Сорок Уже Под пятьдесят Подбирается Или За шестьдесят А ты продолжаешь Идти за Господом А ты Неизменный Ты не играешь С этими Всеми Модами С этими Христианскими Как бы сказать Модами Переменами Потому что В церкви Тоже Многие вещи Меняются Как-то Церковь Пытается Двигаться И искать Какую-то Дорогу Я вообще Говорю о Христианстве И поэтому Видим Много Компромиссов Уже Молитва Уже Непопулярна Простота Искренность Горячие молитвы Громкие молитвы Это уже Что-то Непопулярное Стало С каких пор Для кого И поэтому Люди часто Меняются Христиане Я к сожалению Встречаю Своих Старых Друзей Время от Времени В разных Местах И я Слежу За собою Я не хочу С одной стороны Застрять Застрять В каком-то Состоянии Своем Состоянии Я проверяю Своё сердце Но С другой стороны Есть вещи Которые Неизменные В жизни Верность Посвященность Господу Библейские Качества Добродетеля Простоты Страха Божественного Благоговение Перед Господом Это вещи Которые Не меняются Какие-то Не говоря уже О каких-то Внешних Внешних Формах И поэтому Друзья Когда мы Следим За всеми Этими Вещами Мы проверяем В свои сердца Чтобы не идти На компромиссы Друзья Как воспитывается Верность Как возрастает Верность Когда Иисус Христос Привел Пример Рассказал Притчу О талантах Матфея Двадцать пятая Глава Немножко позже Потому что Она начинается С десяти дев Но когда Доходим До двадцать третьего Стиха Там говорится Иисус Христос Говорит Что уподоблю Царство Небесное Или Он поступит Так как Человек Отправляющийся В чужую страну Призвал своих Слуг И доверил Своё имение У него было Много слуг Он передал Своё имение Слугам Кто чем распоряжается Но эти три слуги Были ответственны За бизнес За финансы Куда они их будут Вкладывать И эти деньги Называются талантами И написано Одному дал Сколько Пять дал второму Сколько Два или три И одному Сколько дал Один И Нависло Тот Кому он дал Пять Он начал Работать Чтобы вложить Финансы Ты должен Сделать Серьезный Хомворк И следовать В какую компанию В какое дело Стоит или не надо Что это Куда ты вкладываешь Деньги Многие из вас Вы бизнесмены Вы знаете Стоит это делать Или это не стоит делать Перед тем Как сделать решение И вложить деньги В какое дело Это тяжелая работа Разработать условия Вы имеете право Голоса в этом бизнесе Или заставляете Право контролировать Бизнес процессы Того дела Которые вы вложили Это напряженная работа Правильно, бизнесмены Это напряженная работа Это серьезно Это не просто Берите ребята Занимайтесь Принесете мне Какие-то проценты Написано, что они работали И поэтому Когда один Один Он был очень такой Умник Он думал, что он умный Он думал, что он умный Он думал, что он умный Он с одной стороны Вроде бы такой честный Я знаю тебя Ты собираешь там Где не рассыпал Он сделал Господина своего Ты такой злой Это мы Это 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 Я взял его Закопал По крайней мере Чтобы тебе отдать То, что ты мне дал И какой приговор был Лукавый Неверный раб Лукавый Вы Трешевый 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 Талант И другой Который Получил Три Таланта Написано, что он говорит Верный Добрый раб Ты серьезно работал Вы Верность Зарабатывается Верность Отрабатывается Трудом Жертвенностью Верность Не приходит сама так Просто раз пришла У раз бабочки Какие-то на тебя сели Или ты опылился Как-то Или опылился И все хорошо Нет Это работа Это труд Это 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 Вот допустим Грубое прославление Это красиво Когда они так красиво Поют Вау Такая музыка Так красивая Знаете, что за этим стоит Когда у тебя семья Когда у тебя дети Когда у тебя работа Когда у тебя это Из недели в неделю Из недели в неделю Будь то лидер прославления Команда Музыканты Певцы Это Тяжелый труд Этих людей Очень сильно надо Ценить, любить И благодарить Каждое собрание Постоян И сегодня После собрания Позвонить им Сказать спасибо Дорогие Это Откровная работа Я сам 14 лет В группах музыкальных Играл Я знаю, что это такое Что это конфликтов Сколько напряженных моментов Это выбрать Это все эти ноты Все расписать Все разослать Не говоря уже о пастерской работе И каких-то других Это тяжелый труд Почему он так ценится Почему Господь так воздает Почему 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 Потому что Потому что Потому что Это жертва Она двигается Она имеет большую ценность Эта жертва Эта верность То, что она двигается Определенными мотивами настроениям мотивами любви мотивами любви к Богу мотивами любви к народу Божьему мотивами любви к служению к делу, которое я делаю поэтому же в Новом Завете, в христианской церкви не имеет силы и значения законы старозаветные, новозаветные не имеют силы не обрезание, не обрезание но что? вера действующая любовью которая представляет собой вот этот плод верности вера действующая любовью и поэтому, друзья, я хотел бы ободрить всех нас вдохновить всех нас молиться работать утверждать Божью жизнь, Божье Царство в нас потому что большое вознаграждение большое воздаяние это большая тема я не хотел бы задерживать время но хотел бы, друзья, ободрить всех нас но я хочу возрастать в этом пройдет пять лет где ты будешь в вопросе веры ты будешь в очень хорошем месте в очень хорошем состоянии когда в твоем сердце будет сохранено вот это качество верности будешь жить в Антарктиде или в Германии пока ты верный Господь будет с тобою Господь любит, ценит будет направлять твою жизнь давайте встанем для молитвы давайте встанем для молитвы